Бойцы окружного строительного отряда «Заполярье» сегодня утром вернулись из Ямала-Ненецкого округа. 12 студентов среднеспециальных учебных заведений нашего региона работали на одном из самых крупных строящихся объектов топленно-энергетического комплекса «Ямала». Вернувшись на родную землю, начинающие строители поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом Любовью Пермяковой. «Работа мне нравилась. Сложно было порой. И, как сказать, такой вот этот проект, который, я думаю, что такие проекты, скорее всего, нужны, да, чтобы так, как много студентов нуждается в работе». «Смотри, денежки заработал, а куда планируешь потратить?» «Это коммерческая тайна. Я учусь на коммерсанта по профессии, и поэтому так». Дмитрий Сидей, еще 11 ребят, участников строительного отряда «Заполярье», сегодня утренним рейсом прибыли на родину. За плечами у них почти два месяца работы на одном из самых крупных строящихся объектов топленно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. «Мы в Каре строили, стояли бочки с топливом, мы безопасно строили. Поездка мне понравилась, работа, посмотрел, как люди работают в таких сложных условиях, ситуациях, и сам почувствовал на себе это все». Всего в совместном проекте Ямала-Ненецкого и Ненецкого автономного округа приняли участие 20 человек. 12 ребят из нашего округа и 8 студентов Ямала. Инициатором создания строя отряда «Заполярье» выступил представитель партии «Единая Россия» Анатолий Панфилов. Проект был осуществлен при финансовой поддержке акционерного общества «Трест Коксахиммонтаж». «В основе была работа на объектах топливно-энергетического комплекса Ямала-Ненецкого автономного округа под патронажем компании «Трест Коксахиммонтаж» и «Фуфаева Сергея Валентиновича» непосредственно. И под протекцией губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа Цибульского Александра Витальевича и губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа Артюкова». В течение 45 дней студенты получали серьезный опыт работы на производстве. Они были полностью обеспечены питанием и проживанием. Также им был оплачен проезд к месту работы и обратно. Некоторые из ребят признаются, что раньше никогда не выезжали за пределы региона. Большинство из них – сельские жители, которые в настоящее время учатся в окружном центре в средних специальных учебных заведениях. Проект будет дальше продолжаться? Да, конечно. Это наш пилотный проект. В следующем году мы будем расширять географию, будем привлекать другие регионы. Проект получил поддержку губернатора Ямала-Ненецкого округа и регионального собрания депутатов. «Все довольны, заработали денег, получили опыт. И этот проект – это очень важный, интересный опыт межрегионального сотрудничества, о котором говорил губернатор». Для всех участников проекта это была первая студенческая стройка. Но, как говорят сами ребята, не последняя. В следующем году юноши планируют вновь вступить в ряды заполярного отряда. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.